Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сейчас мы с вами рассмотрим билет номер 15. Первый вопрос. Можно ли работать на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции? Работать на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции запрещается. Третий ответ правильный. Второй вопрос. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с отсутствующими грезозащитными фартуками и брызговиками, предусмотренными конструкцией? Если наличие грезозащитных фартуков и брызговиков предусмотрено конструкцией завода-изготовителя, то в этом случае отсутствие грезозащитных фартуков или брызговиков означает, что эксплуатация такой самоходной машины запрещена. Четвертый ответ правильный. Третий вопрос. Что в первую очередь следует сделать водителю перед выполнением работы на самоходной машине с прицепом? При выполнении работ на самоходной машине с прицепом водителю необходимо зафиксировать цепное устройство, присоединить страховочную цепь или трос, включить ближний свет фар и опознавательный знак автопоезд. Четвертый ответ. Правильный. Четвертый вопрос. Можно ли эксплуатировать самоходную машину со снятыми зеркалами заднего вида? Поскольку зеркала заднего вида установлены заводом-изготовителем, то самопроизвольно снимать зеркала запрещено. Ответ 3. Правильный. Пятый вопрос. Допускается ли при подъезде самоходная машина к прицепу или рабочей машине нахождение людей между ними? Нахождение людей между самоходной машиной и прицепом запрещено. Четвертый ответ. Правильный. Шестой вопрос. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины при ослабленном креплении рулевой колонки? При ослабленном креплении рулевой колонки эксплуатация самоходной машины запрещена. Четвертый ответ. Правильный. Седьмой вопрос. Допускается ли эксплуатация самоходной машины без ограждения хвостовика вала отбора мощности, если вал отбора мощности не используется? Если вал отбора мощности не используется, то он в обязательном порядке должен быть закрыт ограждением. Эксплуатация без закрытого ограждения хвостовика вала отбора мощности самоходной машины запрещена. Ответ 3. Правильный. Восьмой вопрос. Что необходимо делать при оказании первой помощи пострадавшим от действия электрического тока? Если человек пострадал от действия электрического тока, в этом случае при оказании ему первой помощи необходимо в первую очередь отключить источник электропитания. Третий ответ правильный.